наше здоровье сегодня подвергается атакам со всех сторон что же делать вооружиться вниманием терпением заботой при доступности современной медицины можно избавиться практически от любого заболевания но только нужно приложить некоторые усилия об этом ближайшие полчаса меня зовут и на сапанченко здравствуйте программа выходит при поддержке министерства здравоохранения самарской области самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала личный врач эта программа звоните доктору сегодня у нас в гостях олег фатенков главный внештатный специалист врач терапевт минздрава сабарской области мы как обычно работаем в прямом эфире 202 11 22 традиционно коллегу вениаминовичу бывает много вопросов надеюсь что сегодня будет также здравствуйте добрый вечер спасибо большое за приглашение мы сегодня про здоровье как обычно с вами традиционно хотим поговорить олег вениаминович вообще я бы хотела поговорить на две темы про диспансеризацию которая к счастью возобновилась которую все мы ждали и про вакцинацию давайте начнем со второго если вы не возражаете охотно конечно в общем то наверное это вопросы даже связаны друг с другом все-таки вакцинация сейчас имеется ввиду кстати не только от коронавирусной инфекции но от многих других заболеваний она жизненно необходимо приведу пример в данном случае ну про коронавирус наверное уже все знают о том что болеть коронавирусной инфекции вообще не вариант и благодаря вакцинации против коронавирусной инфекции избежать самого заболевания в том числе тяжелой форме гораздо выше в общем то возможность и сберечь свое здоровье и даже не погибнуть от коронавирусной инфекции поэтому мне кажется мы уже всех уговорили на эту вакцинацию но кроме коронавирусной инфекции мы не забываем о существующем календаре прививок в том числе сейчас весенний период например оживление энцефалита будет поэтому можно тоже будет уже начинать уже можно начинать сейчас вакцинацию от этого заболевания таким образом сберечь свое здоровье силы и в общем быть чувствовать себя удовлетворительно но тем не менее вот со следующей недели у нас грядет неделя вакцинации так называемая ну вроде бы тихо у нас все пока с к видом стоит ли переживать на эту тему ну конечно предыдущий опыт уже говорит о том что не стоит расслабляться совсем уж вряд ли он ушел от нас окончательно но тем не менее пока все тихо может быть и успокоиться по вакцинации знаете вот пример весь наш предыдущий наш опыт говорит о том что вот собственно другого пути кроме вакцинация в борьбе с различными вирусными инфекциями коронавирусной инфекции не исключение он только один это вакцинация от этих заболеваний не случайно собственно говоря вакцина от вакцинации от коронавирусной инфекции включена уже в национальный календарь прививок он для этого и создан национальный календарь чтобы предотвратить распространение различных вирусных опасных инфекций и он выстрадан нашим опытом благодаря которому удается в общем-то удалось даже многие заболевания победить и поэтому никакой альтернативы кроме как введение вакцины в том числе от коронавируса на сегодняшний день нет да действительно вы правы что вот существующий омикрон коронавирус в настоящее время как казалось бы затихает затихает почему потому что у нас все больше и больше вакцинированных людей которые не подвержены заболеванию но это не значит что они могут быть переносчиками этого заболевания и что человек который не вакцинирован заболеет тяжелой форме поэтому мы призываем предстоящую неделю использовать для того чтобы пройти эту вакцинацию или ревакцинацию если прошло шесть месяц с момента заболевания либо предыдущей прививки и в общем чувствовать себя более защищенными сейчас призовем еще раз но сначала послушаем наших телезрителей алё здравствуйте я бы хотел задать вопрос почему когда идет диспансеризация не берут анализы на онкологии у нас сейчас это очень распространенные заболевания у меня приятель убил от онкологии несмотря на то что он три раза в год проходил анализы и никто не у него не выявил вот большое спасибо вам за этот вопрос сам объем диспансеризации он направлен на выявление достаточно большого количества хронических неинфекционных заболеваний по диспансеризации мы понимаем естественно обследование базовое скрининговое больше того сейчас в городе самарии уже в области потихонечку открываются при помощи министерства здравоохранения и областного онкологического диспансера специальные центры онкологической помощи который которым тоже именено обследование на онкоскрининг и онкопатологии поэтому такая возможность на самом деле существует другое дело что может быть пока информации не хватает о вот этих вот центрах онкопатологии которые проводят соответствующие скрининговые исследования но я знаю совершенно точно что они открыты развернуты и нужно просто воспользоваться этой возможностью достаточно на самом деле обратиться к своему участковому врачу либо может быть руководителю поликлиники и такого рода осмотр будет проведен совершенно бесплатно приятно что человек позвонил значит он знает и был на диспансеризации да об этом я хотела сказать ну я мы хоть с вами хотели только про вакцинацию сначала но видимо так сегодня у нас смешанный формат будет я напомню если вы опоздали к началу программы сегодня у нас в студии главный внештатный терапевт минздрава самарской области олег футенков мы работаем в прямом эфире 202 11 22 ну как правило врач терапевту знает все поэтому с любыми наверное проблемами относительно здоровья можете звонить к нам и задавать свои вопросы я все-таки вернусь к вакцинации до начала не знаю уже какой последнего волны все говорили что вакцина не эффективно против разновидности омикрон но вот по прошествии этой очередной волны что можно все-таки сказать была ли какая-то польза от вакцинации именно по этой вспышке позвольте я приведу себя в качестве личного примера то есть до этого я дважды переболел коронавирусной инфекции первый раз когда еще вакцинации не был совсем потом я вынужден был ждать пресловутые 6 месяцев после первого заболевания причем я переболел в тяжелейшей форме которая казалась бы легкой но в общем я никому такого не пожале не пожелаю не дождавшись 6 месяцев после первого заболевания для вакцинации я переболел второй раз и смог в конце концов провакцинироваться только вот буквально недавно в феврале этого года и я считаю благодаря именно этой вакцинации омикрон меня не коснулся хотя я работаю на самом деле с пациентами очень много которые заражаются коронавирусом таким образом все-таки возможность предотвратить заболевание вот на моем личном опыте существует я бы рекомендовал и тезис о том что вот сейчас омикрон как-то гаснет он гаснет только вот у тех людей которые провакцинированы а люди незащищенные к сожалению они на сто процентов подвержены этому риску и мы даже в стационаре видим что в общем такая возможность людей есть люди заболевают к сожалению тяжело болеют никакой альтернативы для защиты от в том числе стелс омикрона сейчас современный вирус нету больше того обратили ли вы внимание в средствах массовой информации появились сообщения что по моему шанхай в китае ну ждем да ждем то есть видимо волны эти да локдаун объявлен это говорит о том что коронавирус никуда не исчезает мы будем ожидать следующую волну и нужно к ней просто подготовить ну да уповать на закрытые границы наверное бессмысленно потому что еще не один ни одна разновидность нас не обошла уже нужно просто использовать тот опыт который есть один штамп сменяется другим и снижение нашей заболеваемости достигает столько путем вакцинации а зачем нам столько вакцин мне кажется что это только путает людей и все мучаются и думают а что вы знаете вакцины нужны для того чтобы учитывать весь спектр различных состояний нашего населения у кого-то есть какие-то противопоказания к одной вакцине зато разрешено использование другой и я считаю что это благо вот возможность такого достаточно широкого выбора потом есть вакцины которые вводятся два раза последовательно кто-то не хочет может быть это делать тогда можно проявиться один раз поэтому только можно приветствовать разнообразие вакцинальной которые присутствуют а есть какие-то уже стандарты по ревакцинации какое сочетание вакцин лучше всего вы знаете если касаться ревакцинации и кстати вопрос очень часто задают которые мы сегодня обсуждали одновременной вакцинации например от коронавирусной инфекции гриппа то однозначно я назову спутник в вот только эта вакцина допущена для одновременной вакцинации например с вирусом гриппа а все остальное ну нужно просто обратиться к участковому врачу он оценит показания противопоказания к той вакцины и предложит ее во всяком случае выбор существует и можно пользоваться совершенно без всяких сомнений qr-коды сейчас нигде не спрашивают немножечко может быть даже это подзабывается я их вспомнила по той простой причине что qr-код выдавался в общем то на год мои некоторые друзья сейчас делают уже третью прививку условно ну то есть была вакцинация ревакцинация сейчас вторая ревакцинация так вот какие стандарты я знаю что в некоторых странах рекомендуют через три месяца ревакцинироваться у нас в клинических рекомендациях прописано шесть месяцев причем независимо от того какой уровень антител например коронавирусу есть или нету вот поэтому как бы можно без всяких сомнений через шесть месяцев календарных ровных отмерив пройти ревакцинацию а по уровню антител все-таки стоит пойти их сначала сдать а потом уже принять нет он не играет никакой никакой роли ну во первых потому что никто не знает так называемых референсных значений нормы сколько этих антител должно быть они знают их потому что не проведены соответствующие многоцентровые многочисленные исследования а не зная этих цифр мы соответственно не можем ни на что уповать я вчера нашла в интернете интервью одного из руководителей медицинской лаборатории и вот он говорит что когда прививаешься одной вакциной ревакцинируешься другой получаешь различающиеся антигены иммунная система тренируется на таком разнообразии в итоге получается более разносторонний и возможно более сильный иммунный ответ я с большим с большим уважением отношусь к различным мнением врачей но мне хотелось бы все-таки при этих утверждениях ознакомиться с научной доказательной базой вот именно только благодаря ей я могу подтвердить или опровергнуть какие-то слова вот настоящее время просто но в силу того что не было достаточно времени для такого рода много центровых научных исследований утверждать это сложно но мы видим одно большое исследование которое у нас проводится благодаря массовой вакцинации населения о том что вот та острота процесса эпидемии которая была она спадает значит наш вот этот вот процесс он движется в верном направлении и мы в общем честно и правильно советуем людям вакцинироваться чем вакцинироваться каждый выберет сам но то что эффект от этого наблюдается и что мы в общем разгружаем систему здравоохранения благодаря этому можем позволить даже проведение диспансеризации это уже благо ведь не случайно мы так волнуемся об этой диспансеризации к сожалению смертность населения обусловлено в основном сейчас не коронавирусной инфекцией а все-таки хроническими инфекционными заболеваниями в частности болезнями системы кровообращения давайте тогда ответим на звонок и перейдем уже к теме диспансеризации алё здравствуйте алё добрый день добрый день алё здравствуйте добрый день мне бы хотелось знать я сейчас делаю уколы вакцинация от укуса собаки шестой укол должен быть вот 14 апреля я бы хотела узнать когда можно сделать повторную прививку от ковида потому что я в прошлом году значит 11 мая сделал вторую прививку от ковида вот уже будет где-то 11 мая ну с 11 мая уже прошел почти год то есть вы немножечко просрочили введение второй вакцины но сейчас вы делаете прививки я так понимаю от укуса и поэтому пока я бы советовал закончить одну вакцинацию и через месяц уже привиться от коронавирусной инфекции кстати я знаю аналогичные случаи когда пришлось скоропостижно делать прививку от столбняка и это тоже показания к отсрочке прививки вообще общее положение такое что если есть какое-то вот острое состояние которые требуют ну какого-то вмешательства лечения стационарного лечения то лучше дождаться 30 дней после его завершения и уже после этого спокойно вакцинироваться от коронавирусной инфекции мы сейчас узнаем что произошло в медицине региона за ту неделю что мы с вами не виделись а затем вернемся в студию и поговорим о диспансеризации в самаре смягчили антиковидные ограничения для школьников в частности отменили требования закрепления за каждым классом отдельного помещения уроки и перемены для всех учащихся будут начинаться в одно время рассадка по одному человеку за парту также отменена жители региона заверили что в самарской области есть достаточный запас лекарств для страдающих с сахарным диабетом таких пациентов сегодня почти 114 тысяч никто из поставщиков инсулина и других препаратов не сообщал о прекращении поставок более 388 тысяч жителей региона прошли повторную вакцинацию от ковид-19 ревакцинироваться можно в любом из 200 развернутых в области прививочных пунктов специалисты напоминают о важности вакцинации для пациентов из групп риска в том числе для людей старше 65 лет почти 200 тысяч жителей губернии получили льготные лекарственные препараты в текущем году примерно столько же еще имеют право на льготное обеспечение лекарствами это пациенты с болезнями эндокринной сердечно-сосудистой систем онкологическими и другими заболеваниями в поликлиниках возобновилось проведение профосмотров и диспансеризации в том числе углубленной для пациентов перенесших новую коронавирусную инфекцию основная цель ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития и так мы возвращаемся в студию программы звоните доктору сегодня на ваши вопросы отвечает врач-терапевт олег фатинков мы говорим о том как сохранить здоровье и вот как раз в сюжете было уже сказано что возобновилась диспансеризация вот это понятие оно уже такое привычное в нашей жизни а ведь на самом деле до 2013 года ее не было этой диспансеризации и вот по данным минздрава с того времени медосмотры прошли более 90 миллионов взрослых практически все дети и стала ли диспансеризация приверженностью жителей нашего региона к сожалению приверженностью не стал этому конечно мешало и вот введение локдауна периодическая с отменой амбулаторно-поликлинического приема нужно честно сказать что это для нашего здравоохранения в том числе здравоохранения самарской области создал колоссальное напряжение когда все абсолютно врачи независимо от специальности в том числе участковые врачи были мобилизованы на борьбу с коронавирусной инфекцией но тем не менее другого пути кроме как развития профилактического направления медицине не существует все-таки по-прежнему правило существует следующее что легче болезнь предотвратить чем ее вылечить уже особенно это касается онкологических заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний на которые в первую очередь диспансеризации направлено мне вот недавно звонили по телефону из страховой компании и сказали что неплохо бы пойти на диспансеризацию система работает а скажите олег вениаминович это вот все-таки кому надо то это забота должна быть самих нас или забота поликлиник вы знаете однозначно это наша личная забота я могу привести пример вот буквально сегодняшнего дня когда мой знакомый я ему предлагал месяц назад пройти обследование а буквально вчера он оказался в нашей клинике в реанимации с обширным инфарктом миокарда что это это вот как раз случай когда отсутствует приверженность к собственно к заботе о собственном здоровье мы всегда найдем причины чтобы как-то оправдать свое бездействие может быть мало активный образ жизни курение какие-то стрессовые нагрузки работы которые нам не позволяют якобы позаботиться о себе но когда уже что-то случается то к сожалению уже пути назад нету и уже здоровье не вернешь поэтому забота о собственном здоровье это конечно приоритет должен быть а все остальное вторично но зачем идти на диспансеризацию если ты здоров это конечно время там может быть где-то нервы и что-то еще ну может быть это шутка есть такое выражение что здоровых людей нет есть только недообследованные к сожалению сам человек не может объективно оценить собственное состояние здоровья многие болезни не болят особенно это касается начальных стадий онкологических заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний и прочее все и когда они уже реализуются в заболевания то как правило уже мало чем медицина может помочь и именно вот прохождение диспансеризации с выявлением признаков начала этих заболеваний позволяет зачастую особенно это касается онкологических заболеваний даже добиться полного излечения пациентов и никакого другого нету пути послушаем звонок алё здравствуйте 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 я вот в ноябре болела коронавирусом а сейчас вот у меня давление гипертония и часто очень повышается пульс и нижнее давление мне выписали таблетки 3 метазитин 80 миллиграмм а можно кроме этого еще пить да спасибо за вопрос мы конечно в эфире не должны обсуждать я другое посоветую совершенно очевидно что развился постковидный синдром который сопутствует перенесенные к виду инфекции и вам показано стоящее время прохождение нового вида диспансеризации углубленной диспансеризации который включает в себя дополнительные методы исследования причем даже сложные инструментальные методы исследования в том случае если патология будет на первом этапе ее обнаружено и в результате сформируется ну комплекс диагностических исследований с заключениями которые позволят врачу расширить спектр назначаемых препаратов поэтому настоятельно рекомендую вот эту вот углубленную диспансеризацию который показан больным перенесшим коронавирусную инфекцию пройти мы с вами как раз перед эфиром говорили о том что даже на легком течении микрона все равно у большинства людей развивается постковидный синдром это совершенно ужасная история никакая форма коронавирусной инфекции даже если вы не лечить стационаре перенесли ее там легко достаточно не может гарантировать развитие тяжелого постковидного синдрома и вот то что сейчас в звонке прозвучало повышение артериального давления изменение ритма сердечной деятельности еще я наблюдаю появление сахарного диабета у больных которых никогда это не беспокоило вот все это признаки того самого пресловутого ковидного синдрома который усложняет реальную жизнь у людей и не позволяет им вести вот тот образ жизни которым они привыкли поэтому собственно нужно вот это проведение диспансеризации углубленной диспансеризации и коррекция этого состояния и надо человек может легко перенести коронавирусную инфекцию но течение постковидного синдрома приводит к тому что пациент оказывается на больничной койке но вот летом когда появился этот вид диспансеризации углубленной диспансеризации в самом начале еще председатель правительства страны обратился ко всем регионам и сказал что мы должны быть готовы к проведению углубленной диспансеризации мы готовы мы абсолютно готовы больше того сейчас есть указание проводить такого рода обследование за один день и в лечебных учреждениях должны его проводить за один день я конечно понимаю что действительность может быть где-то отличаться но в таком случае это повод для обращения минздрав на горячую линию и меры будут приняты незамедлительно потому что конечно диспансеризация особенно углубленная диспансеризация это сейчас в общем наверное задача номер один для всего здравоохранения а какой алгоритм действия людей которые переболели коронавирусом полгода должно пройти прежде чем нет гораздо меньше 60 дней но это связано с тем что в общем течение вот это вот коронавирусной инфекции она может быть пролонгированного времени зачастую на фоне снижения иммунитета через 60 дней после выписки при наличии подтвержденной коронавирусной инфекции можно обратиться в поликлинику и пройти ее пароль ковид и соответственно углубленная диспансеризация больше того если вы не болели ковидом или у вас если нет подтверждения документарного о том что вы болели ковидом это все равно не является препятствием в настоящее время для проведения углубленной диспансеризации можно написать заявление на имя главного врача лечебного учреждения которым вы прикреплены и в этом случае в рамках госгарантии бесплатно тоже пройти углубленную диспансеризацию а если сейчас все мы все население самарской области дружно пойдем на углубленную диспансеризацию я буду абсолютно счастлив что наконец-то мы сделаем большое дело и проведем комплексную диагностику всего населения есть еще случаи когда например отказывают в проведении диспансеризации и либо говорят что вот сейчас нет а через какое-то время либо просят за что-то доплатить при условии что такая ситуация случилась какие действия ну для самой диспансеризации есть возрастные нормы то есть с до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года то есть в этом случае да могут как бы сказать что вот приходите в определенный срок который вам будет назначен после 40 лет диспансеризация проводится ежегодно соответственно отказов в этом случае быть никаких не должно это опять же повод для обращения на горячую линию минздрава где ситуация будет немедленно отрегулирована все абсолютные обследования в рамках диспансеризации бесплатно и платить там не за что и не нужно тоже тоже горячая линия минздрава однозначно хорошо диспансеризация включает в себя определенный комплекс обследований он давно сформирован он существует но почему именно этот комплекс может быть там нужно что-то другое какие-то другие специалисты диспансеризация фактически представляет собой скрининговые исследования состояния человека в том случае если в ходе диспансеризации будет обнаружена какая-то патология то это естественно будет поводом для врача участкового обратить более пристальное внимание на своего пациента и провести дополнительное обследование кстати в этом случае врач тоже ничем не ограничен он может абсолютно все ресурсы существующей медицины используют для этого если ему не хватает ресурсов на амбулаторном этапе он имеет право пациент направить на стационарный этап или даже в какое-то заведение вышестоящей медицинской и в общем-то разобраться с существующей проблемой больше того в настоящее время существуют новые технологии общения в том числе врач врач это телемедицинские консультации и мы сейчас широко пользуемся в том числе в клиниках медуниверситета создан центр телемедицинских консультаций у нас по линии минздрава работает горячая линия которая позволяет любому пациенту тоже на нее обратиться и в общем решить все свои медицинские проблемы но вот человек предположим прошел первый этап сделай кг сдал кровь там что-то еще сделал и ушел домой ну а как он хотя бы должен узнать о результатах своего обследования вы обратили внимание сегодня нашей беседе что вам уже звонили поверьте мне что с вами обязательно свяжутся если будет какая-то выявленная патология система работает отлично насколько мне известно в этом году есть некая специфика о проведении диспансеризации там выделены две основные цели ну первое ранее выявление болезней которые вы собственно назвали да а второе выявление и коррекция основных факторов риска вызывающие эти болезни да конечно для этого служат вопросы заполнения анкет соответствующих на которые сам пациент тесно должен ответить на все вопросы существующие а в последующем будет присвоена группа здоровья в зависимости от выявленного состояния и факторов риска и уже с этим можно совершенно смело работать не только кабинете медицинской профилактики а такие существуют абсолютно во всех лечебных учреждениях в том числе сельской местности выезжал видел их работу они везде работают по одинаковым принципам предотвращая вот это развитие этих рисков какое-то заболевание сегодня вот я например был в красноярской црб мы с проговорили врачи вот эти все вопросы на самом деле все врачи действуют абсолютно по одной системе добиваясь результат вы сейчас опять скажете что нет не доказанные не проведенные исследования но в интернете часто встречаются отзывы что одним из факторов риска является при постковидном синдроме является принадлежность к женскому полу что у женщины это проходит все значительно тяжелее вы знаете я бы так не сказал каких-то вот действительно научных доказательств этого нету я слышал еще доводы связывали с группой крови даже с расой периодически но внимательно мы следим за в том числе информации научной и базовым документом для нас является национальные рекомендации которых указаний на такого рода факта нет человек еще раз наверное вы сами говорили о том что информации много но недостаточно много надо больше говорить надо больше говорить куда все таки вот все я решила пойду на следующей неделе пройду диспансеризацию вы прикреплены к поликлинике обратитесь в регистратуру всего-то навсего хорошо ну и может быть последний наверное даже уже на сегодня вопрос существует у нас еще в самаре центра здоровья вот в чем отличие прохождение диспансеризации посещение центра здоровья кто вообще туда им и зачем должен прийти центр здоровья как раз занимаются коррекцией тех факторов риска которые выявлены человеку и которым в том числе указал в анкете это борьба с курением различного рода профилактические направления не забываем о том что собственно говоря медикаментозная терапия в здоровье человека это всего лишь маленькая толика а главное это здоровый образ жизни я уже неоднократно говорил о том что все-таки мы зависим от того что мы едим что мы пьем какую физическую активность мы соблюдаем проходим ли мы каждый день 10 тысяч шагов и мы проводим время вечером перед телевизором на диване это все влияет наше наше здоровье причем не только здоровье физическое но и когнитивное здоровье никакой возможности кроме физической активности сохранить здоровье в любом виде в том числе психическое здоровье не существует надо вести здоровый образ жизни двигаться и правильно питаться вот именно этим занимается наш центр здоровья но вы судя по всему проходите 10 тысяч шагов я стараюсь не больше того я хожу в тренажерный зал активно занимаюсь спортом стараюсь на беговой дорожке еще бегать кроме ходьбы поэтому в общем всем того же желаю ну вот друзья живой образец здоровый образ жизни олег вениаминч футинков был сегодня с нами мы сейчас уже будем прощаться увидимся ровно через неделю пожалуйста берегите здоровье спасибо спасибо до свидания